Летающий ежик Достигается такой эффект за счет того, что у дрона нет рамы, поэтому шарик амортизируют благодаря специальному пенопласту российского производства. Зачастую он используется в неубиваемых игрушках-самолетах, которые продаются в магазинах. Дальше степлотекстолит тоже производство, например, российского, то есть изготовлен, фрезерован, соответственно, нами. Ну а, допустим, такие компоненты, как аккумуляторы, полетные контроллеры, моторы – это, естественно, китайский производитель. Поскольку батарея недолговечна, всего 3-6 минут, то после того, как она разрядится, этот ежик можно использовать просто для игры в баскетбол. Главное, чтобы он случайно не отомстил вам потом. У конструкции большой потенциал в спортивных соревнованиях. Так его можно использовать в фиджитал-играх, спорте, который совмещает дисциплины в оффлайн и онлайн-реальностях. Например, мечом можно поиграть в крестики-нолики между лавочек или и вовсе устроить квиддич, как в Гарри Поттере. Осталось только летающие мётлы изобрести. Дьявол! За Гарри гоняется шар в жебала. Держу фари, что он заколдован. Мы играем обычный мяч, но улетая в аут, в пляжный, в львове морской, к примеру, мы не бегаем за ним, получаем добра, а он сам возвращается в нашу позицию. Это игры, где у нас необходимо эти мячи ловить, а не бегать от детей. Это очень классная идея, мы обсуждали с мамочками, что летают мячки летающие, убегают от них, а не за ними бегают. Это же прекрасно. Летающий ёжик алтайских инженеров стал победителем в своей номинации на престижном образовательном интенсиве «Архипелаг-2023», который недавно состоялся в Новосибирске. Там они тоже сыграли в баскетбол. На достигнутом разработчики не хотят останавливаться. В их планах найти инвесторов, чтобы масштабировать проект и производить примерно по тысяче беспилотников в год. Тогда уже можно будет пускать дроны в открытую продажу и выходить на мировую арену. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.